Александр Курзанцев. Инквизитор по неволе. Читает Макс Радман. Пролог. Проснулся я от какого-то странного ощущения, замер не открывая глаз, настороженно прислушиваясь к себе и к окружающему пространству. Что-то было явно не так. Однако, что конкретно, я все не мог понять. Впрочем, посторонних вокруг не ощущалось, и я осторожно приоткрыл один глаз, оглядывая родной уже мне чердак. Вот только стоило мне это сделать, как раздался мелодичный звонок, и сразу за ним приятный женский голос из ниоткуда произнес. Добро пожаловать в систему. «Окно персонажа?» — предложил голос неизвестный, и приветственная надпись сменилась двумя прямоугольниками с надписями «Да» и «Нет». Почесав затылок в попытках понять, что за персонажа она имеет в виду, я буркнул «Да». И передо мной тут же развернулась разбитая на блоке таблица, перекрыв почти все поле зрения. «Ну, нихрена ж себе!» — окинул я взглядом где-то сотню строчек. Приглядевшись, в самом верху прочел. Имя. Ширяев Павел Алексеевич. Возраст. 34 года. Известные прозвища. Мужика-ведьм. Ведьмак. Темный властелин. «Что за бред?» — сказал я, но тут же стал читать дальше, начиная испытывать легкий когнитивный диссонанс. Основной класс. Маг 2 ранга. Направление. Магия проклятий. Престиж-класс. Инквизитор 1 ранга. Примечание. Престиж-класс не получает штрафов при разнице в ранге более чем на 1 с основным классом, а персонаж не считается мультиклассовым. Направление. Я что, до кучи еще и в лид-РПГ попал? Промелькнули в моей голове страшные подозрения, которые только укрепились, когда я перевел взгляд ниже. Основные характеристики. Сила. 12. Уже не мальчик, но еще не мужчина. Тяжелая броня и двуручный меч будут для вас непомерной ношей, но посох мага вы удержите вполне. Ловкость. 7. Виртуоз — это не про вас. Пусть вы уже не роняете молоток себе на ногу, только взяв его в руку, но по гвоздю попадаете не всегда. Выносливость. 14. Зайца в поле вы не загоняете, но с двуногими соплеменниками посоревноваться сможете. Интеллект. 16. Наиболее важная характеристика вашего основного класса. Вы еще не гений, но обладаете весьма пытливым умом. И даже если не знаете ответа на вопрос, то всегда сможете его придумать. Сила воли. 21. Наиболее важная характеристика вашего престиж-класса. Вероятно, вы перенесли в жизни что-то такое, что закалило вас и сделало вашу волю несгибаемой. Вы умело сопротивляетесь ментальному воздействию, идете наперекор обстоятельствам и этим способны вызывать безотчетное доверие окружающих и готовность вам подчиняться. Харизма 7. Обаяние не сильная ваша сторона. При вашем появлении окружающие хоть и не морщатся, но и страстью к вам не воспылают. Вам нелегко разговаривать людей и наладить с ними контакт, а ваши пламенные речи вряд ли соберут вам множество последователей. Смиритесь, не всем же быть казановами. Очень смешно. Даже слегка обиделся я на такую оценку моей харизмы. Хотя сила воли приятно грела душу. Интересно, а у Глушакова какие статы? Впрочем, я тут же запретил себе об этом думать. С учетом непомерной крутизны Сергея, в каждой из характеристик могло спокойно и по пятьдесяточку встать. Отношения с государствами. Империя Карн. Нейтральна. Светлое королевство эльфов. Ненависть. Анклав гномов. Подозрительность. А гномы-то тут с какого боку, удивился я. Вроде ж не встречались даже. Матриархат темных эльфов. Интерес. А у этих интерес с чего вообще? Помотала я головой, совершенно уже ничего не понимая. Последними шли вампиры, но с ними было все предсказуемо нейтрально. Зато дальше... Отношения с фракциями. Академия магии Империи Карн. Подозрительность. Подозрительность? Завопил я, увидев окрашенную тревожным оранжевым цветом надпись. И это после всего-то? Да кто они вообще после такого? Инквизиция Империи Карн. Подозрительность. И эти тоже? Я же свой. Схватил я валявшуюся на стуле подле кровати мятую инквизиторскую робу и яростно потряс в воздухе перед табличкой. Это-то как понимать? Пограничная Стража Империи Карн. Неприязнь. Эх, махнул я рукой. Тут уши семейства Касов были видны издалека. И, наконец, четвертой фракцией, отметившей меня своим вниманием, был... Конклав ведьм. Тайн. Интерес. Как и у матриархата, резюмировал я. А еще пишут, что у меня харизмы мало. Не быть мне Казановой. Да, передразнил я уничижительную запись под статой. Смущала, правда, приписка в скобочках. То бишь, что? Конклав этот тайный? Да и кто они вообще? Интересно, Элеонора о нем знает? В общем, вопросов пока оставалось немало. Табличку с резистами я просмотрел без интереса. Ведь ничего выдающегося там не было. А вот на достижениях остановился поподробнее. Альтернативно одаренный. Вы преуспели там, где традиционно силен женский пол. Повышен интерес к вам фракций под управлением женщин и их представителей. За альтернативно одаренного было чуточку обидно. Однако стало понятно, откуда взялось такое ко мне отношение матриархата и Конклава. Харизма оказалась совершенно ни при чем. Странная удача. Вам часто везет. Но всегда есть как минимум один нюанс. Описание было коротким да нельзя. Но я, пожалуй, догадывался, с какой стороны член. Сердцеед. К вам испытывают влечение не менее десяти представителей противоположного пола. Девчонки, кто же еще? Подумал я, с теплотой вспоминая одногруппниц. Угораздило меня, конечно. Но ничего, прорвемся. Последним шло самое сомнительное, на мой взгляд, достижение. Неугодный. Вы смогли вступить во фракцию, имея с ней отрицательную репутацию. Прекрасное достижение, но не ждите, что вас будут там любить и носить на руках. Кто бы сомневался, буркнул я. Дальше следовал список навыков и известных заклятий. Уровень прокачки навыков был откровенно мал, а перечень заклинаний скуден. Похвастаться оказалось нечем, и я со вздохом произнес. Убирай. Табличка послушно свернулась, и все тот же голос спросил. Желаете открыть меню справки по системе? Конечно, желаю, — ответил я. Но тут вдруг, заглушив женский, раздался грубый мужской голос, отдав короткий и властный приказ, ширяя в подъем, после чего меня тряхнуло, и я проснулся по-настоящему. Глава первая Сев на топчине, я с ожесточением оглядел хуже горькой редьки, надоевшей за три месяца кукования серый камень инквизиторских застенков. Какая еще система? Какое литр ПГ? Прошипел я, не обращая внимания на пристально наблюдающего охранника. Поднялся, не забыв поправить за собой одеяло. С порядком тут было строго. И с сожалением констатировал. Похоже, кукуха уже того, начинает ехать. Разговорчики. Прикрикнул на меня чертов дубак, и я молча принялся одеваться. Инквизиторской робы мне не выдавали, и натягивал я всю ту же черную ученическую мантию, в которой меня и забрали. Неизвестность. Вот что мучило больше прочего. Всего один раз ко мне пустили делегацию от Академии. Ректора с Элеонорой и Сергеем. Но они ничего толком сказать не смогли. В основном пытались подбодрить. По крайней мере, глушаков. И все. Несколько раз вызывали на допрос. Правда, незнакомые инквизиторы все время недобро косились на печатку на моем пальце. Чудилось, что будь их воля, так они бы мне палец с этим кольцом отрубили. Неприятие в их голосе прямо сквозило. Но последний допрос был с месяц назад, и от одиночества я уже начинал звереть. На допрос, не выдержав, спросил я у конвоиров, что ожидали снаружи. «Там скажут», — ответил усатый стражник, которого я помнил по прошлым моим выходам из камеры. В общем-то, грубости ко мне, как и каких-то жестких мер, не проявляли. Все же я был носителем инквизиторского кольца. Поэтому соломенный матрац раз в неделю обновляли, а еду носили дважды в день, регулярно. Не ресторан, понятное дело, но, по крайней мере, было достаточно питательно. Каких-то запретов или ограничений в пределах камеры у меня не было. Поэтому первую неделю, тупо провалявшись на кровати, полной жалости к самому себе, со второй я взял себя в руки и составил примерный распорядок дня. Утро я начинал примерно часа за полтора до первого приема пищи с хорошей до потозарядки. Потом обтирался смоченным в воде полотенцем, завтракал. Пару часов тренировался в составлении паутины известных заклинаний. Затем снова приступал к физическим тренировкам с собственным весом, но уже длительным, до полного изнеможения. Далее был полуденный сон, после которого я садился и вспоминал теорию магии, по памяти восстанавливая учебные лекции. Ну и заканчивали мой день второй прием пищи, отдых и растяжка перед сном. И так по кругу. За три месяца на шпагат я, конечно, не сел, но уже мог выдать неплохой урамоваши на уровне своей головы. Вот, кстати, тоже выверт памяти, обострившись в заключении. Я вспомнил название многих ударов по карате, которым сильно увлекался в детстве. Жаль только, что дело не ушло дальше изучения биографии Масута Цуайямы и разглядывания картинок в кустарно выпущенной книге, посвященной Киокушинкой карате с попытками повторить увиденное дома. На секцию карате меня так и не отдали. Зато теперь, скинув вес и регулярно растягивая связки, я вспоминал некогда виденные картинки и бодро лупасил стопой и внутренними поверхностями ладоней по каменным стенам, мудро следуя одному из принципов карате. По-твердому бей мягким, по-мягкому твердым. Мамаши Гери, Урамаваши, Йока Гери, Майи Гери. Я с удовольствием вспоминал забытые названия, катал их на языке, причмокивая от удовольствия, когда получалось особенно хлестко и громко влупить по камню. Наверное, это тоже спасало меня от отупления. Когда мы прошли, не останавливаясь мимо безвлекого ряда дверей, ведущих в допросные, а затем поднялись на этаж выше, я понял. Что-то изменилось, что-то поменялось там, во внешнем мире, с которым у меня не было связи. Даже затеплилась робкая надежда, что меня, наконец, отпустят. А затем я увидел знакомое лицо, самого первого встреченного мной в этом мире инквизитора, Амниса. Слегка осунувшийся, с темными кругами под глазами, он дождался, когда мы подойдем, и, махнув рукой, коротко бросил моим конвоиром. Свободны. Стражи безмолвно развернулись, и я недоверчиво проводил взглядом их удаляющиеся спины. Неужели мое заточение заканчивается? Вот так, по одному небрежно брошенному слову. Я бросил пристальный взгляд на Амниса и начал разговор. Старший инквизитор. Но тот прервал меня, строго сообщив. Заместитель начальника городского управления и ваш непосредственный начальник, Ширяев. Я резко замолчал, переваривая услышанное. Получается, меня все-таки признали инквизитором? А как еще понимать сказанное? Значит, точно, я свободен. Последнюю фразу я, видимо, произнес вслух, потому что Амнис несколько резко заявил. Не обольщайтесь, Ширяев, вы теперь на службе. И свободы у вас будет ровно столько, сколько позволят долг, обязанности и воля начальника. Все понятно. Я молча кивнул, не поднимая глаз, а инквизитор закончил. И служба эта продлится до самой вашей смерти, какой бы длинной или короткой ни оказалась ваша жизнь. От того, как были сказаны эти слова, я невольно поежился. Веяло от них какой-то безнадегой. Немного полюбовавшись моим мрачным видом, Амнис скомандовал. За мной. Дальше все слилось в калейдоскоп стремительной беготни по этажам, где я что-то подписывал, что-то изучал, что-то забирал с собой. Под конец мне даже выдали инквизиторскую мантию и комплект обмундирования под нее. Я тут же на складе и под бдительным взглядом коптера переоделся. Взгляд у того был наметанный. Подошло все, в том числе и обувь. Добротные кожаные сапоги, напоминающие формой кирзачи из моего мира, только усиленные металлическими пластинами в носке и пятке. Теперь куда? Спросил я, приободренный происходящим. Все-таки после трех месяцев отсидки служба инквизитора, даже с таким пугающим вступлением, не казалась чем-то по-настоящему ужасающим. А теперь, холодно сразу сбив весь мой позитивный настрой, ответил мой новый начальник. Я покажу, что такое мера ответственности и к чему ее игнорирование может привести. И мы снова спустились в подвал. Чем ближе мы подходили к месту назначения, тем морознее становилось вокруг. Под конец из моего рта с каждым выдохом вырывалось облако пара, свидетельствуя о температуре сильно ниже нуля. — Смотри внимательно, Ширяев, смотри и запоминай, — произнес Амнис, когда мы остановились перед покрытой иньем деревянной дверью, потому что это все — следствие твоих собственных поступков. Он толкнул дверь, пропуская меня вперед. Вот только мне как-то сразу расхотелось заходить, потому что большое помещение, открывшееся взору, было полностью заставлено столами, на которых лежали трупы. Много трупов, десятки, если не под сотню. — Даже отсюда мне было видно, что они все ужасно обезображены. У многих не хватало частей тела, а где-то наоборот, только отдельные части рук, ног. — Что встал? Иди, смотри. Это тела горожан, погибших в стычке эльфов и пограничной стражи, что охотились за тобой. Две группы опытнейших бойцов на какого-то мага-недоучку. Забавно, не правда ли? Ведь столько народу перебили, а на тебе не царапины. Несмотря на сказанное, в голосе инквизитора не было и намека на веселье. Скорее, мрачное ожесточение. — Я не знал, что так будет, — тихо сказал я. — Зато теперь знаешь. Так же тихо ответил Амнис. И отныне спрос за подобное с тебя будет уже сто крат сильнее. Инквизитору такое не прощается. Простояв с минуту в гробовом молчании, он закрыл дверь. — Пойдем. — Куда? Повевшись о привычке, поинтересовался я, на что завначальника только тяжело вздохнул. Правда, никакой интриги не получилось, так как пришли мы, по всей видимости, в его собственный кабинет. — Садись. Властно приказал Амнис, пальцем ткнув к стулу стены. Захотелось пошутить, что за три месяца насиделся, но не стал. Не стоит вот так сходу злить начальство, которое и без того не шибко довольно. Покорно присел, положив ладони на коленки. — Держи. Порывшись в шкафу у стены, инквизитор достал книжку в толстом кожаном переплете и сунул мне в руки. Раскрыв тулу, я понял, что это блокнот или ежедневник, причем чистый. — Будешь записывать сюда поставленные задачи и ход их выполнения. Отчет раз в месяц, либо по выполнению. Я покрутил ежедневник в руках и спросил. — А мое место работы? — С учетом твоего не до конца выбранного потенциала, — ответил Амнис, садясь за стол, — руководством было принято решение вернуть тебя в Академию для дальнейшей учебы. Но, — он поднял ладонь, — не давая мне раскрыть рот. — От службы на благо империи это не освобождает, так что параллельно будешь выполнять задачи от управления. — И что я должен делать? Тут замначальника растянул рот в хищной улыбке и сказал, прищурившись. — В Академии обучаются несколько делегаций иностранных государств, светлых и темных эльфов, вампиров, а также с нового учебного года прибывает делегация из Кайратского султаната. Вот отслеживание их деятельности и выявление среди них замаскированных агентов разведки и будет первой твоей задачей. — Ты записывай, записывай, — кивнул Амнис в сторону ежедневника. И я, спохватившись, принялся корявым почерком выводить описание данного мне поручения. Вопросов у меня имелось миллион. Начиная с того, что я знать не знал, что такое Кайратский султанат, и заканчивая тем, что я совершенно не представлял, как выявлять агентов, что явных, что замаскированных. Но спросить пока возможности не было, поскольку шла постановка следующей задачи. Второй задачей для тебя будут поиск и подбор среди представителей делегации так называемых КНС, кандидатов на сотрудничество, с перспективой их дальнейшей работы на Инквизицию. На это я только кивнул, записывая, однако вопросов стало еще больше. Умом-то я понимал, что от меня хотят. Но вот как это все делать? В бытность свою видел я как-то интересный америкосовский фильм «Шпионские игры», как раз про работу разведок. Так там главный герой в доверие к людям без мыла втирался, мог врать на ходу с самым серьезным лицом, авантюристом был высшей пробы. А я? Я даже с девушкой на улице познакомиться не могу, рабею. Куда мне до такого? Но это было еще не все. И следующим пунктом Амнис, по-видимому, решил меня добить. И третьим для тебя заданием будет общее курирование Академии на предмет занятости ее студентами и преподавательским составом, незаконной магической и иной деятельностью, выявление таковой и пресечение. Записал? Записал. Убитым голосом произнес я. Если первые две задачи были геморройными в силу слабости моей практической и теоретической подготовки, но принципиально нерешаемыми не являлись, то третья оказалась прямо-таки гвоздем в крышку моего гроба, ибо Академия была велика, студентов тысячи, а преподавателей сотню точно. Такой объем одному охватить просто нереально. Я вспомнил свой сон, вот уж точно неугодный. Похоже, мою дальнейшую жизнь кое-кто, не будем показывать пальцем, решил превратить в персональный ад. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что куча народу занимается сомнительными с точки зрения закона делишками, особенно среди магов. Тех хлебом не корми, дай поэкспериментировать с запрещенкой. Вы ведь все в одиночку? Да проще повеситься. Я, кажется, извращенную логику начальства понимал. Загрузить меня заведомо невыполнимой работой и потом с удовольствием наказывать за неисполнение. А если еще и окажется, что тут, как в НКВД, то есть выговор, строгий выговор, расстрел, то в инквизиторах я пробуду не слишком долго. Я уж было хотел бросить этот ежедневник Амнису в лицо, да высказать все, что о нем думаю, как тот неожиданно добавил. Первый год службы считается обучающим и оценивается не столько результат работы инквизитора, сколько проявленная смекалка, усердие и наличие иных необходимых навыков. Но это не значит, что можно халатно относиться к выполнению поставленных задач, так как по окончании года будет комиссия по оценке профпригодности и определения дальнейшего места службы. И уж поверь, есть места, куда ты точно не захочешь попасть. К примеру, на границе мертвых пустошей мало кто доживает до пяти лет. Тон замначальника на секунду стал угрожающим. Я, сглотнув, поинтересовался. А почему именно пять? После первых пяти лет самостоятельной работы идет обязательная смена места службы, уже бессрочно. А почему не доживают? Спасибо магам древности. Что там делали и зачем, до сих пор непонятно. Но лезет оттуда стабильно всякая инфернальная дрянь. Благо там горы неприступные. И только в одном месте с десяток километров кряжа срыло до основания. Постоянно находится имперский легион. И туда же уходят до трети недоучек из магической академии. Зачем? Недоуменно спросил я. Что зачем? Зачем туда из магической академии уходят? Переспросил я, искренне не понимая тяги рисковать собственной шкурой. А что место откровенно жареное, понятно сразу. А мне сдернул бровью, задумчиво посмотрел вдаль, но все же произнес. Деньги. Но это для меньшинства. На кусок хлеба маг и так заработает. Большинство же считает, что в боевой обстановке они смогут поднять собственный магический потенциал, не едя в кабалу к мастерам и магистрам. И получается? Иногда, после особенно жарких боев, ответил инквизитор.